В эфире телеканал ОТС Новости. В студии работает Светлана Антимонова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На конгрессе молодых ученых в Сочи сегодня обсудили программу международного форума Технопром-2022. Одной из его тем станет реализация новых мер господдержки ученых и производителей инновационной продукции. Сергей Толмачев из образовательного центра «Сириус». Как говорят организаторы Технопрома, он не заканчивается никогда и проходит круглый год. Действительно, договоренности, которые достигают на этом форуме, нужно реализовывать постоянно. Но, тем не менее, каждый год, как правило, летом в Новосибирском экспоцентре собираются бизнесмены, политики, ученые, чтобы подвести итоги прошедших 12 месяцев и выработать стратегию на будущее. В этом году, вероятнее всего, будут обсуждать и новые государственные методы поддержки. Три центра трансферной технологии были выиграны в конкурсе. Два центра компетенций НТИ, несколько десятков молодежных лабораторий будут создаваться в рамках нацпроекта «Наука». Два наших вуза, НГУ и НГТУ, достаточно успешно участвуют в новой программе развития «Приоритет-2030». То есть, вот то, что мы говорили, что в части развития науки и образования мы должны быть и оставаться безусловными лидерами за Уралом, мы нашими действиями, действиями наших коллег из университетов, институтов, Академгородка подтверждаем. В следующем году, вот мы уже начинаем обсуждать повестку технопрома 2022, в следующем году на технопроме мы хотим представить уже конкретные результаты, которые были наработаны в 2021 году. Ну, а конгресс молодых ученых, который проходил в Сочи, на этом заканчивается, как, собственно, и все мероприятия года науки и технологий в России. Новосибирские участники возвращаются домой, а вы зрители канала ОТС не пропустите в субботу в программе «Итоги недели» подробный репортаж о том, что происходило на грегах Черного моря в эти три дня. 26 миллиардов рублей господдержки получили предприниматели Новосибирской области. Благодаря этим средствам в непростой пандемийный год многим удалось остаться на плаву и сохранить рабочие места. Оксана Тимошенко продолжит. В это кафе Галина Полякова приходит почти каждый день. Заведение расположено рядом с районной больницей, где она работает. Точку общепитов, которые соблюдают все меры профилактики, считают безопасной. Мы просто видим, как все это происходит. Вся эта пандемия, поэтому соблюдать, конечно, надо режим. С началом пандемии работы стало меньше, рассказывает заведующая производством Надежда Васильева. Коллектив сокращать не стали, хоть выручка и упала почти наполовину. Народу стало меньше ходить, люди, все-таки считаю, что побаиваются. Открытие детского развлекательного центра в Барабинске совпало с локдауном. Владелец бизнеса Артур Артюнян до его начала успел завести оборудование и готов был работать. Но ждать первых посетителей пришлось три месяца. Все вот это время вообще очень тяжело, потому что люди боятся. Предпринимателей поддерживают городские власти, ведь бизнес – это рабочие места для жителей, налоговое отчисление в бюджет. Всячески стараемся помочь малому бизнесу, в том числе этому детскому центру. Мы как раз в пандемийный год в 2020 году оказали финансовую поддержку по муниципальной программе развития малого и среднего предпринимательства. И предпринимателям была приобретена часть вот этого оборудования, которое здесь находится. О поддержке федеральной участникам Барабинского координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса докладывает уполномоченный по защите прав предпринимателей Николай Мамулат. В прошлом году на эти цели в регион поступили почти 26 миллиардов рублей. Первая существенная помощь – это получение одного мурота на каждого работающего человека, это почти 13 тысяч рублей, те, которые официально зарегистрированы на работе. Вторая мера поддержки – тоже государственная, федеральная. Три предпринимателя получили господдержку в этом году. Еще два десятка барабинцев начали собственное дело. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. В Новосибирской области создали черновик нового проекта «Молодежь России». Его цель – сконцентрировать ресурсы и наполнить новым содержанием молодежную политику. Сейчас только треть муниципалитетов региона имеет специальные центры для работы с молодежью. Правительство поставило задачу перед главами отстающих районов начать создавать открытые площадки. Развитие сферы молодежной политики, несмотря на действия ограничений, в этот непростой период не останавливалось, а наоборот, в этот период мы принимали оперативные необходимые решения для развития сферы молодежной политики. Сейчас в Новосибирской области живут 780 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. Именно их считают молодежью. В этом году скучать им не пришлось. Организовывали сотни акций, концертов, флешмобов. Из-за пандемии многие пришлось переводить в новые форматы. Так, один из крупнейших форумов про регион в 2020 году прошел онлайн. А сейчас обстановка позволила встретиться участникам очно. Около ста новых автобусов придут в Новосибирск до конца года. Это сегодня озвучили на заседании Транспортного комитета Законодательного собрания. Там же подвели предварительные итоги года по обеспечению безопасности на дорогах. О развитии инфраструктуры в материале Екатерина Стывко. Автобусный парк Новосибирска пора обновлять. Износ техники высокий. Это одна из основных тем сегодняшней повестки. По оценке экспертов, новый транспорт, который уже поступил, закрывает лишь треть потребностей. Заменить необходимо еще около 70%. Поставка 150 автобусов в четвертом квартале 2021 года, вернее 100 единиц, 50 единиц в первом квартале 2022. Финансирование мероприятий предусмотрено до конца 2026 года из средств областного бюджета и бюджета города Новосибирска. На 2022 год в местных бюджетах предусмотрено 45 миллионов рублей. Правда, об электробусах на улицах мегаполиса пока говорить рано, признаются эксперты. Для них необходима новая инфраструктура. А ведь со старой еще немало проблем. Новосибирская область вошла в пятерку регионов, где растет количество ДТП с пострадавшими. Неисполнение целевых индикаторов, касающиеся сокращения смертности в результате транспортных происшествий в 19-20-х годах, произошло прежде всего из-за недостроительного состояния автомобильной дороги. По данным ГИБДД Новосибирской области, в 62 случаях в 19-м году и в 57 случаях в 20-м году причинами ДТП является ненадлежащее состояние автомобильной дороги. С целью повышения безопасности во многих проблемных местах устанавливают знаки, обновляют разметку и укладывают тротуары. Но как же быть с последствиями некачественного ремонта дорог? Эксперты показывают фото. Трещины в свежем асфальте, обвалы обочин. Все жалуются правительство, и все имеется в виду, которые заказчат, что у нас 44-й федеральный закон не позволяет выбрать качественного подрядчика. Раньше можно было видеть, что кто участвует, сегодня его не видно. Выходит фирма «Однодневки». Мы подумаем, что обращение федеральному центру, чтобы как бы изменить 44-й федеральный федеральный. В следующем году планируют завершить сразу несколько масштабных строек, качество которых обязано быть на высоте. 4-й мост, Восточный обход и Южный транзит. Екатерина Стывко, Константин Менин. Новости ОТС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помню, за пренебрежение санитарными правилами физическим лицам грозит штраф до 5 тысяч рублей, а компаниям-перевозчикам до 300 тысяч. Понимаете, в неделю более 20 протоколов составляется только в результате рейдовых мероприятий. Если мы говорим, ну это на всех видах транспорта, если мы говорим о постоянной работе, ну допустим, в частности метрополитен, у них свои показатели, они в принципе за неделю, потому что в круглосуточном режиме тоже порядка 20-30 протоколов составляет. Автономный городок, собственные столовые, палатками, медблоком за считанные минуты. МЧС подводит итоги и демонстрирует свои возможности. Оценивают главы спасательных управлений со всего федерального округа и заместитель министра МЧС России Виктор Яцуценко. Александр Шпак выяснил, как сегодня спасают спасателей. Палаточный городок возле ГПНТБ не фестиваль и не ярмарка, а лагерь жизнеобеспечения МЧС. При пожарах, наводнениях, оползнях и еще сотне серьезных ЧП, такие лагеря спасатели возводят за считанные минуты, чтобы быть рядом с эпицентром. Городок развернули для демонстрации возможностей. В штабной палатке всегда есть интернет, радио и спутниковая связь. Здесь офицерский состав МЧС собирается для принятия важных решений и координации действий других сотрудников. Спасатели живут в соседних палатках. Городок автономен. Тут и кухня, и спальня, и медблок. А вот то, что я совсем не ожидал увидеть в лагере МЧС. Кресло антистресс создает ощущение нулевой гравитации. Ощущение, будто бы ты паришь в космосе. 20 минут в нем заменяют 3 часа сна. При чрезвычайных происшествиях необходимо чрезвычайно. Сегодня со спасателями работают психологи на каждом крупном ЧС. К сотрудникам относятся бережнее, чем 20-30 лет назад. Когда люди попадают в ту или иную ситуацию, и когда люди, каждый человек, он спасатель, пропускает это все через себя. И ему тоже требуется разгрузиться. МЧС переживает изменения. Об этом сегодня говорят в Большом зале правительства области. Раньше упор делали на устранение происшествий, теперь на предотвращение всеми возможными способами. Используем системы космического мониторинга. Создаем систему ортофотопланов. Это не просто снимок местности. Это модель, в которую автоматически захладываются архивные данные. А суперкомпьютер высчитывает, как поведет себя стихия. Вода, огонь, земля. И за пару минут выдает информацию, как действовать. МЧС уже применяет новые технологии. Так, за минувший год количество погибших в огне снизилось на треть. Утонувших больше, чем наполовину. Но спасатели без работы не останутся никогда. Поэтому Москва сегодня подарила новосибирским сотрудникам 11 новых пожарных машин, которые помогут в нелегком деле. Александр Шпак, Евгений Павлов, Новости ОТС. Диалоги с героями возвращаются. Ребята опять лично встречаются с известными людьми. Это общероссийский патриотический проект. Школьники говорят с ветеранами армии, авиации и флота. У многих гостей на груди высшая государственная награда – звезда героя. Например, сегодня с ребятами беседуют заслуженный летчик-испытатель Валерий Поташов и боевые офицеры Росгвардии. Оказывается, нынешние герои также в юности мечтали о том, кем станут. А на пути к цели встречали немало трудностей. И сегодня могут дать действительно дельный совет. Даем дань уважения тем героям Великой Отечественной войны, героям Советского Союза, героям России, которые там Афганистан и так далее, будем говорить, что проявили себя. Ну и вот это нужно довести до молодежи, что именно чувство патриотизма, чувство уважения к своей стране, геральдика и так далее. Ну и, наверное, любви к своей родине. Потому что у нас в этом вопросе есть определенные, я так полагаю, пробелы, и молодежь немножко так чуть-чуть дезориентирована. Где можно получить заряд доброты? Оказывается, под землей. В метрополитене отныне курсирует новый вагон, посвященный юбилею благотворительного марафона «Добрый Новосибирск». Мои коллеги уже прокатились и готовы рассказать, что объединяет добровольцев и благотворителей, и как уберечь себя от мошенников. Новый вагон в составе поезда музея новосибирского метро вызывает, пожалуй, самые добрые чувства. Десятки примеров помощи людям. Десять лет отмечает марафон «Добрый Новосибирск». Началось все с сотрудничества двух-трех общественных организаций. Сегодня это уже массовое движение. Сотни объединений, тысячи участников. Это единый бренд, который объединяет и добровольческое, и благотворительное движение в городе, общественные организации, добровольческие объединения, ну и просто инициативных горожан, которые делают добрые дела. Это такая большая системная работа. Она направлена на то, чтобы появлялись как можно больше таких вот акций, решений для помощи людям и горожанам. Как один из примеров фестиваль «Солнечный марафон». Уже не первый год на одной сцене в творческих мастерских свои таланты демонстрируют дети с особенностями здоровья и без них. Инклюзивное пространство, его на бумаге очень легко построить. Когда на улицу выходишь, ну, нету этого инклюзивного пространства. То есть его надо научиться строить. Создание такой среды, где ты четко осознаешь, что добрый город, он начинается с тебя. Ты пришел, ты сделал, ты другому показал, вы вместе сделали. И вы все довольны, провели хорошо время, у вас появились новые друзья. Благотворительные фонды и организации также напоминают о том, что, к сожалению, немало случаев мошенничества. Так с этого года действует закон, который запрещает собирать деньги в несогласованных местах. Например, на той же проезжей части. Призываем горожан в том числе обращать внимание на такую правильную благотворительность. На то, что помогать нужно правильно. Чтобы деньги эти не ушли мошенникам, вы сами знаете, сколько таких случаев бывает. Во время последних приготовлений поезда музея к выходу на линию в Новосибирске торжественно награждают добровольцев года. Мегаполис трудно себе представить без добровольцев, без людей активных, с активной жизненной позицией. И хотелось бы им сказать сегодня доброе слово, сказать им спасибо. А вообще уже мы 14-й год отмечаем этот праздник, Международный день добровольца. И более тысячи человек уже отмечены. Представляете, какая армия наших добровольцев, волонтеров, которые ежедневно и ежечасно обращают свои взоры на людей, которым нужно помочь. Помощь инвалидам, пенсионерам и ветеранам, экологические акции, благоустройство дворов и других общественных пространств, творческие проекты, выставки и фестивали. Все это «Добрый Новосибирск». Дмитрий Антипов, Андрей Баев, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Красное смещение на Рождественском фестивале. В Новосибирск приехал один из самых исполняемых в мире современных композиторов – Владимир Мартынов. На сцене филармонии он появился вместе с диджеем, который выступал на разогреве у Продиджи. Мои коллеги продолжат тему. «Живой классик» – так часто говорят о Владимире Мартынове. Он занимался старинной музыкой, минимализмом, авангардом и арт-роком. Писал для кино, театральных постановок и мультфильмов. Сейчас Владимира Ивановича интересует импровизация. Он не просто играет концерты, а создает что-то вроде ритуальных музыкальных акций, в которые вовлечены и исполнители, и слушатели. «Уверен в том, что академическая ситуация концерта, она, в общем, немножко уже отжига своё, да, и поэтому здесь нужно вливать в какие-то вот новую вину, уже не совсем старые мехи, но чтобы мехи были. Вот, и поэтому здесь, конечно, вот самое время взаимодействовать. Вот не симфонии, там, Бетховена или Брамса, где результат всегда, в общем-то, уже, как сказать, запрограммированного тэдо. Здесь всегда есть вот этот момент процессуальности, который вот таит в себе разные неожиданности. Концерт-импровизация. Так необычную программу назвали филармонии. На сцену зала имени Каца маэстро вышел вместе с ансамблем «Опус Пост» и специалистом по электронной музыке и саунд-дизайну Фёдром Переверзевым, который чаще выступает в клубах, а не в больших филармонических залах. В Москве я играл вместе, ну, группу «Продиджи», наверное, все слышали. Я разогревал то, что называется, перед ними, и там было 6 тысяч человек было. Это первый раз для меня такое было, выйти на такую аудиторию. И вдруг я понял, что страшнее выступать, когда перед тобой 300 человек, которых ты все можешь в глаза рассмотреть. А когда ты выходишь, и перед тобой 5000 человек, это как никого. И в данном случае примерно так же ощущается это. Публики-музыканты представили импровизацию на темы из сочинений Владимира Мартынова. Произведения словно собирали прямо на сцене из фрагментов, мелодий, низкочастотных звуков и синтезированных шумов. Священодействие сопровождали работы видеохудожницы Ангелины Торос. В итоге получился один из самых необычных концертов за всю историю рождественских фестивалей. Алексей Кудинов, Алексей Зубила. Новости ОТС. И к этой минуте у меня вся информация о развитии событий в следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова